Кто не знает, Лира Ильна у нас управленец, который сейчас в компании дольше всего работает. Разве что Андрей Руфович больше в бизнесе, в риелторском, да? Да, я знаю, я сейчас узнал, оказывается, много уже. Но Лира Ильна в 2008 году, по-моему, пришла? В 2009. В 2009, да? Вот, риелтором, быстро стала топовым риелтором, кто не знает. По-моему, даже первое место занимала? По-моему, второе. Второе или третье. Второе или третье, да-да-да. Ее заметили, потом предложили быть менеджером. Тогда у нас еще другая система была, да, чем сейчас. Сейчас там партнеры и так далее. Вот, тогда все было проще. Потом уже в 2010 году ее назначил, по-моему, сначала заместителем, а потом и первым заместителем. По-моему, в 2011 или в 2012. Где-то в начале 2011. Да, да, в начале 2011, вот. С тех пор, ну, на мой взгляд, вот такое развитие компании «Этажи» было предопределено именно вот этими действиями, да? Потому что мы с Лириной вдвоем, еще Сергей Петрович нам, я считаю, активно помогал, и Нина Павловна, да? Нина Павловна, да. Вот, мы так вот именно создали фундамент для вот сегодняшних этажей. Сначала в Тюмени, потом потихоньку в других городах. Поэтому потом, значит, Лера Ильна у нас приходит ко мне, ну, когда все хорошо-хорошо, говорит. Я, говорит, декрет с третьим ребенком. Я такой, вот тебе здрасте, что называется. Ну, поблагодарил ее, естественно, потому что, ну, не сомневался, что Лера Ильина выйдет еще. Потом третий, потом еще и четвертый. Вот, это я всегда за, все знают. Я считаю, что это уход в декрет, это очень правильно. И всегда рад, если честно, за всех девушек. Вот, но Лера Ильина потом на этом не остановилась. После того, как вышла с четвертого декрета, активно взялась за новую карьеру уже в Тюменском нашем, в Тюменском нашем франчайзе-партнера, да, и вместе с Павелом Сергеевичем там активно руководить сейчас бизнесом в регионе. Сверхуспешно, на мой субъективный взгляд, просто фантастически, да. Я вот потому что понял, почему наша компания была так успешна тогда, и почему сейчас так успешен Тюменский бизнес риелторский, потому что, ну, вот, Лера Ильина это мощь, что называется, вот. Хотел сказать, что Лера Ильина, я уверен, прекрасная мама, у нее замечательные дети, да. Но я с двумя знаком хорошо очень. Ну, скоро с ними познакомитесь, подрастают. Да, да, уже чувствую, подрастают, да. Талантливые дети, мне кажется, это всегда показатель, какой человек, какие у него дети вырастают, да. Прекрасная супруга. Мужа тоже сюда притащила, что называется, вот. Он там управленцем работал в сфере продаж автомобилей, да, и сюда его, что называется, успешно закрепился, я помню, даже в УАЗ я запомнил, да, по-моему? Да, да, точно. Вот, нет, у меня все хорошо с памятю. Да, да, да. Вот, что хочется пожелать в этот день? Ну, во-первых, я вижу, Лерина, как вас любят, да, уважают. Спасибо. Лерина у нас и добрая, и требовательна одновременно. Такая справедливая, честная, открытая, амбициозная. Факт. Да, да. Вот, есть такое, да. Вот, хочется пожелать, Лерина, знаешь, чтобы, ну, все хорошо было, вот, если честно, да, вот. Ты сейчас счастливая, да, я вот знаю, чтобы и дальше все продолжалось, да, чтобы сотрудники также радовали, дети там не огорчались, чтобы все у них счастливые были мужем, чтобы все там отношения были хорошие, вот. Мы надеемся на ваш дальнейший рост, да. Спасибо. И в компании, и в целом как профессионал. Я знаю, Лера Ильина у нас и президентскую программу закончила, да, вот. Очень успешно, развивается бесконечно, вот, уже не знаю, сколько высших образований, ну, два, да, полно? Два высших и одно среднеспециальное. Среднеспециальное, да, то есть вот человек всегда развивается, развивается, вот. Вот, риелторский бизнес сложный, откровенно скажу, ну, думаю, все это там осознают, понимают, но то, что под руководством, ну, вот столько сильных людей уже мы тут воспитали, взрастили, привлекли очень талантов. Это возможно только при сильном ядре. Вот, я считаю, Лера Ильина явно одной из вот составляющих нашего ядра, это же, да, это факт просто. Вот, поэтому могу сказать, что очень сильно ценю, благодарен за то, что когда-то встретились. Кризис был в ресторанном сфере, да, в 2008-2009 году. Да, да, как раз таки. Это и повлияло на приход. Да, да, да. По-моему, у Пантелеева Сергея, да, работала? Да, у Андрея Вадимовича работала. А, вот там вот, да, вот. Андрея Вадимовича Пантелея, да. Вот, и потом сюда, поэтому интересно. Вот, поэтому, ну, я думаю, что все нормально, правда? Конечно, конечно. Вот, получается, уже в компании скоро будет 15 лет. В разных там ипостасях, да, но везде результативно, везде эффективно. Вот я поэтому считаю, что талантливый человек, он везде талантлив, он везде себя проявит, чем бы ни занимался. Леонид, с праздником вас ценим, любим, желаем удачи, счастья. Спасибо большое. Спасибо. Все, поздравляю. Спасибо. Все, подарок будет, но позже. Спасибо огромное. Спасибо, коллеги, очень ценно. Дорь Борисович, у меня на самом деле уже треть жизни пройдена в этажах. Я думаю, еще столько же точно хотелось бы дальше пройти. И за все эти годы я действительно получаю большое удовольствие от общения с вами, с каждым из вас. Потому что я действительно здесь выросла как руководитель, как человек. Много чего достигла и в жизни, и в личной, и в профессиональной. Поэтому вас всех очень ценю и люблю, и надеюсь, что мы дальше еще больше. Вперед, вперед, коллеги. Я вас всех очень уважаю. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо.